МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Океанариуме и зоопарке Планета Океан. Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача в мире животных. Это океанариум Планета Океан в парке «Тридцатилетие Победы». Сегодня вы узнаете в подробностях, С какой целью приезжала в Анапу заместитель главы региона Анна Менькова? Почему анапчане считают, что на курорте не борются с амброзией? За что жителю курорта грозит до шести лет лишения свободы? Как в Анапе дельфины развлекали туристов и не только? Заместитель главы региона Анна Менькова побывала в медучреждениях Анапы. Вице-губернатор Краснодарского края мэр Анапы Василий Швец и председатель совета города-курорта Леонид Красноруцкий осмотрели, как проходят ремонтные работы в детской поликлинике и ее будущем филиале. И вот что они увидели. В рамках национального проекта здравоохранения идет капитальный ремонт детской поликлиники. Его здесь не было больше 30 лет. Работы начались в прошлом году и завершатся до конца текущего. Полностью заменили кровлю, установлена система вентиляции. Отремонтированы третий и четвертый этажи. Сейчас работы идут на первом и втором. Также закуплено новое медицинское оборудование. Работает в полном объеме электронный документ. Врачи умеют этим пользоваться? Умеют, пользуются, да. Потихоньку уходим от наших карточек? А мы уже ушли. Ну, карточки дублируются пока. Но электронный документ оборот в полном объеме работает. Конечно, это совсем другой уровень. Все отлично, молодцы. Главный врач городской больницы Анапы Вячеслав Ушаков рассказал, что в течение всего ремонта поликлиника не прекращает работать. Анна Менькова пообщалась с пришедшими на прием детьми и их родителями, которые высоко оценили изменения в медицинском учреждении. Я за много лет вот сюда хожу с детьми, участвую, как бы с внуками. И сегодня я привез внука сюда. Увидел вот это превоплощение, что вот это все, вот столько потребовалось, видимо, сюда средств восстановить. Вот это все, как бы, считаю, что это здорово. Спасибо огромное за внимание. Большое внимание к людям. В первую очередь, конечно, это делается для пациентов, но и то, что у врачей должны быть достойные условия работы, это тоже не вторично. Еще одним пунктом рабочего объезда стало помещение в доме на улице Астраханская, 97, в котором разместят новый филиал детской поликлиники. Вы понимаете, какие врачи здесь будут работать? Да, тут будут работать педиатры, у нас будет прививочный процедурный кабинет, кабинет инфекционной болезни, ну, то есть полноценный филиал. Ну, при необходимости сюда могут и узкие специалисты выезжать. Площадь позволяет нам разместить здесь, в принципе, какие-то кабинеты узких специалистов? Да. Площадь помещения почти 500 квадратных метров. Здесь будут обслуживаться порядка 10 тысяч детей из ближайших микрорайонов. На объекте завершен монтаж электропроводки и силовых линий. Пожарной сигнализацией идут внутренние отделочные работы и подключение вентиляционной системы. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. А еще вице-губернатору уже традиционно показали будущие ЗАГСы школу. Они побывали в Алексеевке на улице Спортивной, где возводят новую школу на 1100 мест. По плану все строительные работы здесь должны быть завершены в мае будущего года. Готовы наружные стены, внутри перегородки, заканчиваем остекление. И ведутся работы по устройству уже непосредственно систем, как канализации, водопровода и электрических сетей внутри здания. Задача все в сроки сдать, чтобы 1 сентября следующего года пошли дети. Ну вот ключевая прям задача для Анапы, потому что мы не можем себе позволить здесь еще раз допустить какое-то отставание по срокам. Сейчас все эти вопросы по финансам, как я понимаю, будут отрегулированы в полной мере и до вас будут доведены деньги. Также заместитель главы региона осмотрела строящийся ЗАГС. На объекте ведутся внутренние работы, облицовка фасадов и благоустройство прилегающей территории. Территория будет открыта для всех горожан, то есть это будет не только территория ЗАГСа, но и новое общественное пространство. Как сквер, да, чтобы можно было очень спокойно, комфортно провести. Красиво, коллеги, очень такой удивительный, уникальный подход к решению, казалось бы, понятной нам задачи. Главный архитектор Анапы Карина Броникова, как всегда, показала, как будут выглядеть внутренние помещения и фасад, площадка для торжественных мероприятий и фотозоны. Ну а пока власти имущие посещают медицинские учреждения курорта, совещаются, анапчане страдают от амброзии. На курорте сейчас пикцветение. Бороться с кустами карантинного растения нужно для того, чтобы уменьшить симптомы аллергии. Но в некоторых районах нашего города с этим сорняком даже не пробовали сражаться. Мы выясняли, где амброзия растет, как цветы. Такого ада не было никогда. Жители курорта жалуются, что задыхаются из-за амброзии. Сорня, которая вызывает достаточно сильную аллергию, очень многих людей заполонил газоны в Анапе. А статистика свидетельствует, что каждый четвертый житель города-курорта страдает полинозом. Это сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. И с каждым годом число больных растет. Много бабушек, во-первых, у кого аллергия начинается, да, и люди, кто приезжает, вот тоже аллергия многих. Даже у животных, вот я знаю, что бывает, начинает вот эта пыльца появляться. И многие тоже жалуются, ходят к ветеринару, чтобы проколоть не было даже у собак. Как мы смогли убедиться, этот сорняк на улице Владимирская, Ленина, Таманская, на Анапском шоссе не только растет на детских площадках вдоль дороги на полях. Это только жалобы писать или же обращаться в мэрию, чтобы это... Неужели управляющие компании и администрация города этого не замечают? Ведь, как нам объяснили в Управлении сельского хозяйства, ответственность за распространение амброзии должны нести собственники земли. Очень хочется верить, что ответственные лица все-таки обратят внимание на эту проблему и примут меры. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. Сегодня в хуторе рассвет произошло серьезное ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей. Прибыв на место вызова, сотрудники службы спасения извлекли водителей из аварийных авто и передали медикам. По факту случившегося проводится проверка. В серийному вору в Анапе грозит до шести лет лишения свободы. В отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что заметила следы проникновения в квартиру и не обнаружила свои денежные средства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов смогли найти подозреваемого по горячим следам. Им оказался 25-летний житель курорта. В отделении полиции злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что проник в квартиру потерпевшей через открытое окно. Похитил деньги и скрылся. А еще стало известно, что мужчина таким же способом совершил денежную кражу из другой квартиры другой женщины. Всего у пострадавших пропало 43 тысячи рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В Анапе привлекут к ответственности владельцы кафе за предоставление услуг по курению кальяна. Рабочая группа и специалистов Управления торговли мэрии и сотрудников полиции продолжают мониторинг объектов общественного питания на предмет соблюдения требований федерального законодательства. Так, очередная проверка прошла в кафе «Павильон» на улице Набережной, 29. На месте был установлен факт курения кальяна, что нарушает требования федерального закона. Проверочные материалы направлены в Роспотребнадзор для принятия решений в отношении владельцев заведения. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция. Большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу. Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. В Анапе жители гости курорта нередко становятся свидетелями игр и охоты дельфинов в нескольких метрах от берега. Морские обитатели не боятся выходить на встречу к людям и порой плавают среди них. Сейчас в Черном море появились медузы. В связи с этим дельфины устроили необычную игру. Млекопитающие подбрасывали их над водой. Пользователи сети и подписчики популярных анапских пабликов назвали это чемпионатом по медузоболу. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Ресторан грузинской кухни «Старая мельница» – это островок грузинского радушия в Анапе. Вкусная еда, уютная атмосфера с живой музыкой, открытая терраса, детская игровая комната с аниматорами, а также банкетный зал, который вмещает до 140 человек. Старая мельница. Все по-новому. Город Анапа. Улица Северная, 3Г. Телефон плюс семь девятьсот восемьдесят восемь триста тридцать три восемьдесят восемь ноль один. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – «Океанариум в парке. Тридцатилетие победы». Здесь всегда есть на что посмотреть и чему удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета-океан». Индийский сабеля старта, рыбы с ногами, русские осетры и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо. Тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственный охранник зоопарка – Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это «Океанариум. Планета-океан». В парке «Тридцатилетие победы». В субботу 11 сентября ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Влажность воздуха 54%. Ветер подует северо-восточный до 3 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду возможны осадки. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте. Анапа-ньюс.ком, новости, актуальные информации, события и факты. Все это на сайте. Анапа-ньюс.ком, на странице в Инстаграм. Ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин